Итак, мы нажали запись и начинаем двигаться по информации нашего сегодняшнего вебинара. Итак, коллеги, человек, который является виновником всего того, что происходит, в хорошем смысле этого слова, Анатолий Дартович Юницкий. Вы его сейчас видите на экране. Большое количество информации непосредственно о нем, как о генеральном конструкторе технологии, как о президенте группы компании Skyway, генеральном директоре предприятия струнной технологии, которая у нас сегодня находится на территории Республики Беларусь и занимается непосредственно разработкой и внедрением технологий уже на практике. Вот он всем этим руководит. Руководит он же, скажем так, и разрабатывает свою технологию на протяжении 39 лет, но в принципе для транспортной технологии, для ее внедрения это не такой уж и большой срок. Примеров вы можете найти массу, где какие-то новшества, ноу-хау, внедряясь в транспортную отрасль на протяжении 10, 20, 30, 50 лет. Ну, пример, который любит Гаваке Анатолий Барачевский, я его тоже вспоминаю, потому что сам имел возможность в 2006 году передвигаться, скажем так, по территории города Шанхай, между аэропортом Пудун и центром города, на транспортном средстве, которое было, скажем так, построено по технологии компании Siemens, разрабатывалось это 64 года, в 2000 году китайцы подали заявку на строительство, в 2003 году это было построено. Кстати, потрачено было на разработку и внедрение порядка 6-7 миллионов евро, миллионов евро, извините, да, миллиардов, да, все-таки. А китайцы заплатили порядка полутора миллиардов долларов за строительство вот этой трассы. И она построена в единственном виде, в таком виде транспорта, да, то есть подвес на магнитном подвесе, развивающей скорость, там, по-моему, 431 км в час на протяжении 7 секунд. Дольше нет смысла, потому что он только разгоняется до этой скорости, и потом ему надо тормозить. Длина трассы 38 км, время в пути немногим менее 8 минут. Вот такие там два, может, их больше поездов, две встречаются друг с другом где-то посередине. Не успеваешь, скажем так, не то чтобы моргнуть глазом, да, попытаться это сделать, как эти поезда разъезжаются. Итак, Анатолий Дарович Веницкий родился на территории бывшего Советского Союза, в Белоруссии, в Гомельской области, поэтому мы озвучиваем, скажем, что он российский, советский, белорусский ученый, предприниматель, изобретатель. В начале 80-х годов прошлого столетия он стал членом Федерации космонавтики СССР, которая одна из первых признала всю перспективность создания и строительства дорог по технологии, которую разрабатывает Анатолий Дарович Веницкий. За время разработки, внедрения технологии, скажем так, это было в десятых годах уже нашего тысячелетия, он дважды руководил проектами Организации Сомненных Наций, которая выделяла денежные средства на развитие технологий. Всего у него более 140 изобретений, несколько десятков из которых сегодня реализовано на практике. И у него 18 монографий, более 200 научных работ, с которыми вы можете познакомиться на сайте www.unisky.com, увидите в рамке адрес данного сайта. Ну и еще добавлю, что Анатолий Дарович и три высших образования, инженер транспорта, строительство и проектирование высотных зданий, инфраструктурных сооружений и патентное право изобретательства. То есть все три этих высших образования сегодня, все знания, которые были им получены, он использует на практике в создании нового вида транспорта, точнее он уже создан. Наша задача уже сегодня продемонстрировать его возможности и провести сертификационные работы с целью выхода на мировой транспортный рынок. На данном слайде вы видите преимущества данной технологии, о которых мы, наверное, с вами поговорим кратко после ролика, который я хочу показать. И все-таки, как традиционно, мы мимо этого ролика пройти не можем, особенно для тех людей, которые первый раз бывают на наших сабинарах, мы транслируем ролик двухминутный по технологии под названием Transnet. Как мы любим говорить, что это следующий шаг в развитии мировой паутины. Только это мировая паутина не интернет-технологий, не информационной технологий, к которой мы по большому счету привыкаем. Раньше мы этого не знали, 15-20 лет назад это была диковинка. Сегодня это прочно вошло в нашу с вами жизнь и очень круто эту жизнь изменила. Одна технология, интернет-технология, позволяет нам обучаться дистанционно, деньги тратить дистанционно, переводить друг к другу, покупать что-либо для себя, скажем так, с доставкой на дом, не выходя из постели, даже это можно делать. Общаться друг с другом, когда мы находимся в разных уголках земного шара. И когда-то, кстати, в фильме «31 июня, лунный день», тот, кто смотрел этот фильм, тот помнит, когда Еременко звонит, скажем так, по с виду таксофон обычно, на котором есть экран, и он видит того, с кем он общается. Сейчас это все реализовано. 30-40 лет назад это была фантастика. Итак, друзья, технология «Транснет», которая прочно войдет в нашу с вами жизнь по мероприятию технологий, она в себя впитает все преимущества развития интернет-технологий, только это будет следующий шаг, как я вам сказал, в мировой паутине, это паутина перемещения грузов у людей. То есть мы стремимся к тому, чтобы грузы, да и люди передвигались тоже с очень высокими скоростями. Сейчас за доли секунды перемещается информация. И вот мы, скажем так, двигаемся в направлении максимально приблизить перемещение грузов у людей к скорости перемещения информации. Сейчас это еще фантастика, но тем не менее все реализуется. Итак, друзья, в двух... Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства, которое потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционные транспортные системы неоптимальны и не отвечают требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа трансмета – жесткострунного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождений, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах Севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, ролик дает практически полное представление, как выглядит данная технология. То есть это дорога второго уровня. То есть транспортная система, поднятая над землей, что, как было сказано в ролике, написано здесь на слайде, позволит сделать следующее. То есть первое – это высочайший уровень безопасности, то есть разводятся транспортные потоки, перемещение, скажем так, грузов у людей, и пешеходы, которые могут совершенно спокойно, свободно перемещаться по поверхности планеты, абсолютно не опасаясь за то, что на них кто-то может наехать, кто-то может их сбить, повредить, скажем так, их туловище, ну, либо совсем, скажем, как это бывает, к сожалению, сейчас, более миллиона человек ежегодно погибает в автомобильных катастрофах. Вот это мы все можем избежать. Итак, какие преимущества? Кратко, это и низкая себестоимость строительства, то есть экономия огромного количества материалов, работ по созданию данной путевой структуры, потому что не нужно передвигать огромные объемы земли, не нужно создавать какие-то насыпи, дорога и так поднята над землей. Далее, низкое энергопотребление, минимальный землеотвод, для того, чтобы построить данную дорогу, необходимо земли выделить в сотни раз меньше, чем для обычной автомобильной дороги. Высочайший уровень автоматизации, то есть все сводится к тому, чтобы максимально исключить человеческий фактор, и данный транспорт будет передвигаться в автоматическом режиме. Можно использовать на эстакадах, которые будут строиться на путевой структуре, возобновляемые источники энергии, и либо отдавать электричество вовне внешним потребителям, либо использовать для перемещения самих транспортных средств. Данная технология высокоэкологична, в ней ездить комфортно, стоимость проезда для пассажиров будет значительно дешевле, в 5-10 раз, чем сегодня мы видим на железной дороге. Плюс время перемещения. Мы можем добираться, например, от Москвы до Питера менее чем за 2 часа. Быстрый срок окупаемости дорог. Обо всем об этом говорилось в ролике, который вы сейчас видели. Раньше мы говорили очень долго про историю, потому что нам нечего было рассказать то, что у нас есть сейчас. Я помню, скажем так, первый год, 14-й год, да и больше половины, наверное, 15-го года мы говорили было, 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 было и будет что-то. Сейчас, наверное, совсем кратко по четырем этапам, потому что условно можно разбить историю струнного транспорта, историю технологий, разработанной Ницким, на четыре этапа. Мы находимся на четвертом. И на этом этапе мы делаем следующие вещи. То есть когда-то было принято решение работать по системе краудинвестинга, оценить, скажем так, интеллектуальную собственность автора струнной технологии Анатолия Дарча-Ницкого, с делом это было по целым ряду причин, потому что, скажем так, не было найдено финансирование благодаря каким-либо административным структурам различных государств, либо людьми мира бизнеса данная технология не спонсировалась, хотя в свое время она была продемонстрирована всему миру, о ней знают в мире, ну и в России, если говорить в частности, да. И сейчас кратко буквально давайте по этапам пробежимся. Первый этап. Конец 70-х, 77-е годы, до середины 90-х. То есть это и первое заявленное изобретение, и первый выделенный грант, кстати, на развитие данной технологии советским фондом мира. В 80-х годах на первом этапе была проведена конференция на территории Республики Беларусь в городе Гомеле. Вот она была по внеракетному освоению космоса, но и о струнном транспорте говорилось уже в том числе. Вот. В это время было получено признание Федерации космонавтики СССР. Второй этап. Тут уже у Анатолия Дародича Веницкого была своя научная школа, это было в Санкт-Петербурге. Он провел большое количество испытаний в аэродинамической трубе. Цель наиболее обтекаемая форма будущему подвижному составу, в первую очередь высокоскоростному составу. Потому что вы в ролике слышали, что высокие скоростные показатели. Три сегмента транспортного рынка грузовой, высокоскоростной междугородний и городской. Показатели по скорости. У грузового до 125 км в час, у городского от 50 до 150, в зависимости, скажем так, от использования, то есть надобности такой скорости. И высокоскоростной междугородний это 500 км было заявлено. А в ролике, который вы видели, те, кто пришел немножко раньше, на белорусском телевидении была посвящена 3 с лишним минуты в новостях на первом канале Беларусь-1. И там как раз говорилось уже о скорости, скажем так, до 600 км в час. Итак, во время второго этапа были продемонстрированы действующие физические модели, которые, кстати, демонстрировались и сейчас, так как мы сначала демонстрировали физические модели, а сейчас уже будем демонстрировать полномасштабные действующие, скажем, модели Юнидуса и Юнибайка. В это же время был получен первый грант организации объединенных наций на развитие технологий. Далее, третий этап. Чем он важен? Потому что Анатолий Дарович Юницкого с 2001 года был свой испытательный участок или полигон, как он назывался тогда, благодаря активному содействию бывшего генерала армии Лебедя, который был губернатором Красноярского края, один из первых чиновников понял, что данные дороги нужны в первую очередь для Российской Федерации и для его Красноярского края, где он был губернатором, был построен испытательный участок, полигон в подмосковном городе Озера. То есть вы на сайте, на том, о котором я уже говорил, можете найти большое количество информации, фотографий о том периоде времени. На этом полигоне, он собирался, кстати, отличную службу для утверждения, что технология жива, она была продемонстрирована всему миру, то есть целый ряд международных делегаций посещал территорию полигонов в подмосковном городе Озера. На многих телевизионных каналах, и центральных телевизионных каналах, и региональных телевизионных каналах давалась информация о том, что у нас в России есть технологии транспорта недалекого будущего. То есть в принципе все готово к реализации. Далее, в большом количестве средств массовой информации давалась информация о развитии струнного транспорта. Были тематические передачи, посвященные непосредственно струнному транспорту. В это время Анатолий Дарович Юницкий принимал активное участие в целом ряде форумов, выставок, посвященных науке, технике, транспорту, в первую очередь, где были, скажем так, получены большое количество золотых медалей, призов, дипломов, наград. В это же время были подписаны несколько договоров о строительстве дорог по технологии струнного транспорта в целом ряде регионов Российской Федерации. Был получен второй грант организации объединенных наций. И в это же время технология была продемонстрирована президентом страны. На тот момент был Дмитрий Анатольевич Медведев. Это было в Ульяновске, на госсовете, на котором были все губернаторы всех регионов России, министры профильных министерств. И, казалось бы, скажем так, технологии продемонстрированы, показано, сам Бог велел ее внедрить. Но, к сожалению, после того, как на госсовете было принято решение и дано распоряжение Минтрансу выделить около миллиарда рублей на развитие данной технологии, через неделю буквально ее полигонов под московным городом Озероним не стало. Но важно, что Юницкий не опустил руки, продолжал, скажем так, вести работа над технологией, ее совершенствовать. И важный момент, то, что, как я сказал, в 2013 году было принято решение об оценке территориальной собственности. Она была оценена в 400 миллиардов с лишним долларов США. И на основании этой оценки Великобритания зарегистрировали компанию, приняли решение привлекать инвестиции по средствам краудинвестинга. То есть предлагать людям на начальном этапе, на выгодных условиях приобретать доли компании, которая владеет Юницкий. И в дальнейшем по мере реализации технологии получать серьезный доход либо после реализации пакетов долей компании, которые можно было приобретать с января 2014 года и по сегодняшний день, либо в виде дивидендов, которые будет получать с прибыли наша компания и распределять между теми акционерами, кто успел инвестировать свои денежные средства в корневую технологию. То есть все это началось в 2014 году. Цель строительства сегодня это называется Экотехнопарк, либо Центра демонстрации сертификации, где будет продемонстрирована возможности транспорта и проведена сертификация всех трех видов транспорта городского, высокоскоростного и грузового. И с этой целью как раз началось движение по схеме краудинвестинга. Первые инвесторы у нас появились, как я уже сказал, в январе 2014 года, в конце января. Сегодня уже прошло два с лишним года. Данная схема полностью подтвердила свою живучесть и эффективность. И в принципе все, что практически все, что сегодня сделано на территории Экотехнопарка в развитии нашего проекта, сделано на деньги физических лиц, частных инвесторов. Сегодня уже более чем почти 80 государств. 78 государств, где люди инвестировали денежные средства в развитие технологий в Юницком. На данном слайде вы видите целый ряд структур, которые давали свои экспертные оценки и заключения, когда у Анатолия Даровича Юницкого был свой полигон в подмосковном городе Озер. Это и Госстрой России, Министерство экономики и транспорта, Сибирское отделение Российской академии транспорта, Институт проблем транспорта Российской академии наук и целый ряд структур, которые вы здесь видите. Про вам мы говорили. Что важно, что в принципе эти документы, эти экспертизы, экспертные заключения вы можете найти также на сайте Анатолия Даровича Юницкого, они там есть в печатном виде. И, пожалуйста, было бы желание разбираться в этом и узнавать. И, наверное, все-таки я давно не включал, я сейчас включу, чтобы подтвердить то, что было проделано, то, что эта технология была известна миру, скажем так, с десятых годов нашего тысячелетия. Я хочу показать короткий ролик про то, что на полигоне в подмосковном городе Озера были осуществлены испытания, был отработан целый ряд методик по использованию струнного транспорта. Готов, прием! 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес ездят на стиле специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струнная транспорта система, это очень медленно для системы. И доказательством того является то, что я стою под грузовиком в 8-12-м. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай электронной эвакуации с 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова взбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных вариантов грузового СТЮ на полигоне в городе Озеры, был осуществлен также комплекс испытаний на моделях струнных дорог разных типов в масштабе 1 к 15, 1 к 10 и 1 к 5. Все модели действующие и полностью отвечают критерию физическая модель, то есть с точки зрения физики соответствует полноразмерным изделиям и позволяет моделировать статику нагружения и динамику движения. Был осуществлен также комплекс лабораторных испытаний и выполнены многочисленные продувки модели воскоскоростных юнибусов в аэродинамической трубе, что позволит спроектировать самое экономичное колесное транспортное средство в мире. Кстати, одновременно в одном вагоне сможет ехать не больше 60 пассажиров. Никакой террористический акт этой дороги не страшен. Опыты показали, что если рухнет опора, юнибус будет ехать по-прежнему. Его лишь немного покачнет. Струнная дорога – это безопасный и комфортный транспорт. В заключении Анатолий Эдуардович поведал, что и нашу страну готов опутать с миллионами километров таких экологичных дорог. Они, по его словам, пройдут над горами, лесами и зелеными холмами. Итак, друзья, это было, скажем так, то, что происходило до момента запуска группы компаний Skyway до начала 2014-го, до 2013-го года. Что хотелось бы отметить? С 2013-го года был разработан четкий план по внедрению и выводу данной технологии на мировой транспортный рынок и несколько этапов. Всего 15 этапов, которые, скажем так, были запланированы для выведения данного транспорта на мировой рынок и, скажем, для вывода с долями компаний на рынок инвестиций, на финансовый рынок. Так вот, сегодня мы находимся на седьмом этапе, который подходит к концу, вероятнее всего. У нас на носу важное мероприятие, после которого, возможно, будет принято решение о переходе на следующий этап развития. Это будет восьмой этап. На каждом этапе при переходе, скажем, с одного этапа на другой меняется уровень доходности по пакетам долей компаний. Мы об этом с вами немножко позже поговорим, чтобы это было более понятно. 2014-й год. Начало, скажем так, принятия, решение и начало приема инвестиций с целью финансирования строительства нового полигона, нового участка местности, где можно продемонстрировать все возможности струнного транспорта. В 2014-м году, наверное, еще важным моментом было то, что в мае месяце у нас на территории Республики Беларусь заработало научно-производственное предприятие, то есть появился первый конструкторский инженерный персонал. Сначала несколько человек. Это было, по-моему, 21 мая, если не ошибаюсь. Долгое время мы ждали новостей. У нас была международная конференция, мы популяризировали, скажем так, технологию, говорили о ней, но в практическом плане особо ничего не происходило, и многие люди стали, скажем так, обращаться, куда пошли мы деньги и так далее, и так далее. Но вот сегодня мы нагло заявляем, нам есть что продемонстрировать, нам есть чем похвастаться, есть о чем заявить и даже есть что потрогать. Переломным стал 2015-й год, когда, скажем, принято решение было бороться за участок местности, который был найден в Минской области, бывший танковый полигон, в берегу от города Марина-Горка, в Пуховичском районе Минской области. По правилам, скажем, по законам, существующим в Республике Беларусь, необходимо было получить, скажем так, право на владимир этой землей на аукционе, который был намечен еще в июне месяце. Решение приняли в январе, что этот участок, который нам, в принципе, необходим. Далее, в февраль месяц были сделаны первые эскизные наброски специалистами наших конструкторских бюро, как может выглядеть будущее ЭКО-технопарк, потому что речь пошла уже именно об ЭКО-технопарке, а не просто о тестовом участке или полигоне. Далее, в апреле и мае месяце состоялся двухраундовые переговоры на территории Эмирата Абудаби в Дневных Арабских Эмиратах с целью, скажем так, взаимодействия с арабскими партнерами в будущем. Возможно, строительство ремейного города на территории Эмирата Абудаби, тестового полигона тоже вот такого, примерно к 2019 году. Но наша задача сейчас продемонстрировать, что из себя представляет Трамп в Белоруссии. Далее, в июне месяце состоялся так называемый аукцион по земле. Было принято решение закрепить участок площадью 36 гектар за предприятием струнной технологии, которым руководит Анатолий Дарчинецкий. Об этом была сделана соответствующая запись в Едином государственном регистре недвижимое имущество Республики Беларусь. Вы видите здесь номер. Номер 602, друг, 1067, 83, 35. Далее, в июле начались первые изыскательские работы на территории будущего ЭКО-технопарка, то есть пробы грунта и так далее. И в августе началась активная стройка. В начале лета 2015 года бывший министр транспорта господин Ротхук узнал о том, что существует технология струнного транспорта. В сентябре месяце он посетил наше конструкторское бюро, пообщался с генеральным конструктором Анатолий Дарчинецким, выехал на территорию ЭКО-технопарка, увидел, что идет строительство. Разобрался, что из себя представляет данная технология и принял твердое решение на территории Осталлицкого континента способствовать всячески тому, чтобы данный транспорт был в Австралии. В сентябре 2015 года специалистами нашей компании был получен так называемый Международный институционный код ценной бумаги Айсин. Это процедура, которую проходят все публичные компании, акции которых сегодня котируются на международных биржах. В октябре состоялась процедура закладки нулевого километра на территории ЭКО-технопарка. Была проведена международная конференция, было несколько десятков инвесторов из разных стран, которые приехали вложить лепту создание будущего сада. То есть они посадили свои именные деревья. У нас была программа, были пакеты, которые можно было приобретать и предоставлялась прерогатива приехать на территорию ЭКО-технопарка и высадить свое именное дерево. Что хотелось еще отметить. Вместе, скажем так, с предприятием струнной технологии Пуховичский райисполком принимали участие в тендере в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь» и часть денежных средств из 5 миллионов евро, которая распределяла на несколько десятков проектов, попала и в развитие нашей программы. И очень важным этапом в 2015 году стало принятие решения руководством группы компании Skyway привлекать инвестиции посредством приобретения пакетов долей компании в рассрочку. То есть людям предоставлена возможность незначительные средства инвестируя ежемесячно в итоге получить серьезный пакет долей компании на выходе. Компании это выгодно потому, что, скажем так, у нас разные пакеты есть, которые длятся 8 месяцев, 9 месяцев, 10 месяцев. Наперед можно планировать примерно выполнение тех работ, которые на каждом этапе имеются, зная, какие денежные средства точно придут компании. Потому что люди на себя предпринимают решение и обязуются выплачивать эту рассрочку на протяжении, например, 10 месяцев. Соответственно, если они ежемесячно платят какую-то сумму, от таких людей очень много. Тысячи людей сегодня приобретают пакеты долей компании в рассрочку. И, наверное, более 90% всех купленных пакетов с ноября месяца это рассрочки пакетов долей компании. Но мы с вами в 2016 году. Мы говорили, что было. В 2016 году произошел уже целый ряд важных событий. Кратко по ним тоже пробежимся. И одно из них буквально будет происходить завтра. Итак, в начале года Анатолий Дарвич написал письмо Дмитрию Медведеву, что спасибо вам большое. На госсовете вы обратили внимание на развитие нашей технологии. Задали вопрос, точнее, скажем так, обрисовали проблему. Надите деньги, пожалуйста, занимайтесь. Так вот, в письме было написано, что мы деньги нашли, мы развиваемся, мы строимся, приглашаем вас лично убедиться в том, что проделан на сегодняшний день на конец этого года на территории Республики Беларусь. Экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 11 февраля вы видите протокол этого заседания признал технологию, разработанную Анатолий Дарвичем, инновационной. И, скажем так, на рабочем заседании этого же экспертного совета было принято решение признать технологию 25 марта этого же года перспективной воспользованной территории Российской Федерации. То есть, комитету по импортозамещающим технологиям дано распоряжение активно сотрудничать с предприятием струнной технологии, которая находится у нас в Беларуси, с целью дальнейшей отработки взаимодействия, во-первых, Минтранс хочет убедиться, это не говорит о том, что нам полностью зажгли зеленый свет. Нет. Они ждут и смотрят, что мы продемонстрировали в Беларуси. А вот после этого уже может идти, скажем так, как согласование целого ряда адресных проектов, сравнение по цене, что выгоднее, и так далее, и так далее, и так далее. Это для нас очень важно, потому что в течение двух лет мы постоянно слышали, что вы занимаетесь хайповским проектом, вы там собираетесь все деньги, непонятно чем занимаетесь и так далее. Вы понимаете, да, что пирамидой либо хайпом нельзя назвать технологию, признанную, скажем так, государственной структурой в Российской Федерации, инновационную перспективу. Далее. У нас прошло мероприятие на территории Республики Беларусь 23-24 апреля, которое называлось Экофестиваль. Там было порядка 700 с лишним наших инвесторов в первый день на территории Эко-технопарка, которые приехали лично убедиться, что было проделано на тот момент. То есть они видели выставленные строящиеся анкерные опоры, промежуточные опоры, озеро, пруд, который был выкопан, сад, который посажен. Была, скажем так, динамично и интересно проведена конференция. Фильм был показан об Анатолии Даровичу и Ницкому. Второй день прошел в городе Минске. Завтра мы все, скажем так, затаив дыхание, ждем открытие крупного международного транспортного форума, который проходит уже на протяжении, если не ошибаюсь, 22-х лет, каждые два года на территории Евросоюза в Берлине под названием «Энотранс». Устроители данного мероприятия сами выставили где-то несколько месяцев назад Анатолию Даровичу и Ницкому в предприятии струнной технологии предложение участвовать в данном форуме. Анатолий Дарович и Ницкий принял решение продемонстрировать там элементы, скажем так, струнного ограждения, и продемонстрировать полномасштабную действующую модель Юнибайка, это облегченный, скажем так, трасса у нас строится сейчас на территории технопарка, и Юнибуса, 14-местного. Это все будет сделано с завтрашнего дня. В категории «Транспортные инновации» будет представлена наша компания сегодня, если не ошибаюсь, порядка 2900 компаний, которые будут рассказывать о каких-то ноу-хау о своих разработках в сфере транспорта, в сфере железнодорожного транспорта. А транспорт SkyWay, как вы, наверное, заметили, он чем-то похож и на железнодорожный, и вроде бы как на автобус, который двигается, скажем, на стальных колесах по рельсам. И планы на 16-й год. Мероприятие «Инотранс», которое у нас сейчас проходит, будет проходить с 20-го по 23-е число. 23-го числа международная конференция в Берлине. Там порядка 150 наших инвесторов прослушать информацию о том, какие итоги данного мероприятия. Далее, демонстрация действующей транспортной системы городского транспорта Юнибайка. К концу года планируется закончить строительство начала 17-го года грузовой трассы SkyWay. Это подгрузочно-разгрузочные терминалы. Полная действующая модель. И к концу 17-го года, как это и было запланировано ранее, продемонстрировать, продлить дорогу до 15-ти километров и продемонстрировать возможности высокоскоростного SkyWay. Вот какие планы нашей компании. Буквально два слова, потому что не буду на этом заострять внимание. Каждый человек, который имеет возможность выйти на сайт нашей компании в разделе «Медиа» вы можете найти информацию о том, на каком количестве средств массовой информации говорилось о SkyWay. Последние месяцы 3-4 это делается регулярно, это делается на территории страны СНГ, это делается в Европе, это делается на австралийском континенте и в Африке в том числе. Потому что Питер Бабурин, который является сегодня заместителем генерального директора по планированию развития, был приглашен МИДом Республики Беларусь в Танзании, где он демонстрировал рассказы, точнее презентовал нашу технологию. То есть уже МИД Республики Беларусь привлекает специалистов нашей компании и они четко говорят о том, что это принадлежность Беларуси данной технологии. Но действительно мы строимся там. На сайтах целого ряда интернет-изданий, на сайте университетов Линдерс и не только давалась информация о том, что в Австралии будут строиться дороги по технологии SkyWay. В июне был повторный приезд рода Хуку на территорию нашего научно-конструкторского предприятия. Причем он приехал не один, приехали специалисты из других компаний, которые убедились в том, что технология жива. Они пообщались с Анатолией Даровичем и Юницким, скажем так, и сегодня являются активными сторонниками распространения информации и внедренной технологии на территории Австралии. Большое количество уже телевизионных каналов передавало информацию о технологии Юницкого, Ротхуд, ее презентации в целом ряде регионов. Радиостанции австралийские, российские не только рассказывали о технологии SkyWay. В Словакии был подписан договор о взаимодействии со Словакским транспортным университетом и цель, скажем так, взаимодействия это создание адресных проектов на территории Центральной Европы и Словакии в частности. И после этого вышла, скажем так, статья в СМИ и на телевидении о возможной строительстве дороги по технологии SkyWay предполагаемо в городе Митро. То есть информации много, и не всегда она бывает в позитивном ключе, потому что в принципе всегда чего бы то ни было, что внедряется впервые есть как сторонники, так и противники. Но, поверьте мне, позитивной информации на порядок, а может быть не один порядок больше. Итак, друзья, это технология, о которой мы с вами поговорили. Это то, что мы выводим на мировой рынок. Это то, куда мы привлекаем инвестиции. И компания SkyWayCat, которая сейчас проходит, как раз таки занимается непосредственно привлечением инвестиций. Популяризация информации о технологии, о возможности стать инвестором, о возможности зарабатывать деньги уже сегодня. Мы сейчас кратко об этом тоже поговорим. Компания зарегистрирована под названием First SkyWay Invest Group Великобритании. Является она официальным партнером группы компании SkyWay по привлечению инвестиций. На сайте вы можете найти видео с подписанием договора, где Евгений Кудряшов, который руководит компанию SkyWay Capital по натуре дар очень низким, подписывает договор. Компания, соответственно, всей своей деятельностью способствует выведению новой инновационной транспортной системы на мировой транспортный рынок и база, платформа, на которую мы привлекаем инвестиции, она такая же, как и в компании First SkyWay System. Это краудинвестинг, как я уже говорил, полностью себя оправдало, то есть возможность сегодня предоставляется абсолютно любому человеку стать совладельцем данной технологии и значительно изменить в лучшую сторону свою финансовую составляющую. в своей жизни. Цель – привлечение необходимого объема инвестиций для своевременного финансирования каждого этапа развития технологии группы SkyWay. И, по сути дела, у нас целый ряд задач, которые мы стараемся выполнять ежедневно. Первый из них – это привлечение максимального количества инвесторов, причем на базе, как мы говорим, краудинвестинга на платформе микрофинансирования. Это основа. Потому что сегодня любой человек, являясь даже, скажем так, из незащищенных слоев, как мы говорим, пенсионеры, студенты могут стать совладельцами небольшого пакета долей компании, но через какой-то промежуток времени стать очень крупным инвестором. в нашем проекте получить очень серьезный доход, как я говорил, либо в виде продажи долей компании в будущем, когда мы выйдем на мировой финансовый рынок, либо в виде дивидендов, либо и то, и другое. То есть, вы вправе поступить так, как вам будет удобно, потому что предполагаемая цена одной отдельно взятой доли в 2017 году, я не говорю, что это будет 100%, но тем не менее, это где-то 1 доллар США. Сегодня вы можете купить эту долю за несколько центов, либо за несколько десятых долей центов. Мы создаем благоприятные условия для каждого отдельно взятого инвестора, чтобы вам было удобно разобраться в информации, удобно, скажем так, не выходя прямо из дома, стать совладельцами любого пакета долей компании. Главное, чтобы у вас было устройство для выхода в интернет и собственный доступ к этому интернету. И, конечно же, мы обеспечиваем максимальную прозрачность своим действиям, потому что сообщаем все новости развития проекта группы компании SkyWay, нашей компании в частности, и даем полную информацию, что происходит, скажем так, с человеком, с его аккаунтом, с возможным источником дохода, о котором мы сейчас с вами тоже поговорим. У нас есть отдел информационной поддержки в Москве, где специалисты работают с 10 утра до 19 по Москве. Они с удовольствием проконсультируют потенциальных клиентов обо всем, что из себя представляет проект, компания, технология. Таким удобным путем можно стать совладельцами данной технологии, какие, скажем так, платежные системы, какие действия предпринять, вплоть до пошагового, скажем так, действия, если вы выйдете в скайпе, вы откроете экраны, и так далее, и так далее. Есть служба информационной поддержки, которую тоже легко обратиться, состранить нашего сайта. Итак, мы говорим с вами об инвестициях. В принципе, основная цель работы компании Skyway Crypto это привлечение инвестиций и предоставление возможностей, которые есть у нас фактически жителю любой страны мира. Ну, как я вам говорил, что и происходит в 78 стран, где мы уже сегодня имеем своих инвесторов. У нас есть возможности по разному размеру кошелька. Как я говорил, любой человек имеет возможность стать совладельцем пакета долей компании, потому что минимальный пакет у нас сегодня стоит 15 долларов США это около тысячи рублей. И на выходе вы получаете 540 долей компании, 540 штук, что может превратиться в семнадцатом году в 540 долларов. То есть, уровень доходности дисконта, о котором я вот говорил, немножко рассказываю про технологию, 36 раз. То есть, ваши деньги могут приумножиться в 36 раз, если вы станете совладельцем этого пакета. Каждый последующий пакет он стоит немного дороже и уровень доходности по отношению к предыдущему пакету тоже выше. То есть, пакет, который стоит 60 долларов, он умножается фактически в 50 раз и на выходе вы получаете 3000 долей компании. Пакет, который стоит 1000 долларов, я сейчас просто его обведу, пусть вас не пугает эта цифра, в его составе в классическом исполнении, в стандартном прайс-виске 180 тысяч долей нашей компании. Это приличное количество долей, да. В принципе, даже если говорить о будущих дивидендах, это уже что-то, если дивиденды будут распределяться на такое количество долей компании. Дисконт, так называемый, о котором я говорил, либо уровень доходности находится, она здесь посередине. Сегодня уровень доходности по пакетам составляет от 36 раз до 350 раз. Когда компания только начинала свою деятельность, группа компаний Skyway, уровень доходности был на минимальном пакете от 250 раз, на максимальном до 1500. Видите, как все поменялось. И вот сейчас могут даже люди задавать вопросы, когда выгодно инвестировать, да, вот сколько может еще подождать и так далее. Выгодно сейчас, потому что пройдет мероприятие на транс, закончится сентябрь месяц, и высока вероятность, что в октябре будет изменен дисконт. Соответственно, вы можете за те же деньги купить на уже меньшее количество. Еще даже не выходя на мировой рынок инвестиций, стоимость каждой доли возрастает. Поэтому успевайте, принимайте решение, делайте правильные шаги. Далее, у нас есть возможность пока еще никуда не делся этот пакет, приобрести пакет под названием «Инотранс». Я вот обвел, вы видели на предыдущем слайде, пакет стоимостью тысячи долларов. Если вы выбираете в прайс-листе пакет на желтом фоне, а стоимость его такая же, вот сегодня еще вы можете это сделать, то вы будете получать не 180 тысяч, а 235 тысяч акций. А если вы успеете сделать еще один платеж, вам дополнительно к первым 235 добавится 270. А если и третий сделаете, после второго, то еще 290. А если и четвертый успеете, еще 300 тысяч. Данный пакет был запущен в июне, в самом начале, и рассчитан был на 4 месяца. И условно, по условиям данного пакета, не позднее, если через месяц вы платите снова сумму тысячи долларов, вам добавляется повышенное количество акций, то есть увеличивается у вас дисконт. У нас есть пакеты для людей, в первую очередь, проживающих на территории Центральной Европы, Западной Европы, там, где уровень дохода заметно выше, чем в тех странах, где начал развиваться наш правитель, то есть страны СНГ. Это пакеты стоимостью 5 тысяч, 10, 25 тысяч, и 50 тысяч долларов. Этим людям предоставляется дополнительная возможность приехать на территорию Экотехнопарка, когда это будет происходить, и осуществить высадку своего именного дерева, причем редкой породы, начиная с 10 тысяч эксклюзивной породы. Далее, у нас есть пакеты акций, которые вы можете приобрести только с бонусного счета. О партнерской программе я немножко позже скажу, просто вам хочу сказать. У нас есть бонусный счет, на котором вам начисляют вознаграждение, если вы помогаете нам популяризировать наш проект, давать информацию своему окружению. И эти денежные средства вы можете использовать на приобретение пакетов с очень выгодным дисконтом. За небольшую стоимость, например, 1800 долларов, уровень доходности здесь 316, и там 570 тысяч акций. Если я вот сюда сейчас вернусь, уровень доходности примерно соизмеримый, это в районе 10 тысяч долларов, почти в 10 раз больше, но в 5 с небольшим. вот таким вот образом. Поэтому очень выгодные пакеты, но приобрести их можно только с бонусного счета. Далее у нас есть, как я говорил, пакеты, которые вы можете приобретать в рассрочку. Это сделано для удобства вашего, что вы можете инвестировать незначительные денежные средства ежемесячно, и на выходе получать серьезный пакет. Ну, например, 25 долларов в месяц, 10 месяцев подряд. Вы на выходе получаете более 26 тысяч акций. Но здесь есть еще условие. Если вы делаете двойной платеж в компании Skyway Capital, это, скажем так, два платежа, либо сразу вы можете сделать, начиная со второго платежа, либо не позднее, чем 24 часа после первого, вам еще дополнительно по этому пакету начислить 9 тысяч. И так на каждом последующем пакете, который вы здесь видите. Тот, который с номиналом 50 ежемесячно, вы можете дополнительно к 60 тысячам с небольшим получить 21 тысяча. 100 долларов ежемесячно, пакет стабильный, да, дополнительно 60 тысяч 175. И 200 долларов ежемесячно на 9 месяцев. У нас есть пакет бизнес с тем, 405 тысячам акций, если вы делаете двойной платеж, добавится еще 144. Далее, у нас есть пакеты, где люди инвестируют от 500 до 5000 долларов в месяц на 10 месяцев, рассчитаны. Опять же, это в первую очередь для стран Западной и Центральной Европы. И есть пакеты, которые вы можете оформить на свои детей. Пакет малыш с номиналом 65 долларов ежемесячно на 9 месяцев. И пакет студентов с номиналом 150 долларов на 9 месяцев. Вот таким вот образом. У нас есть возможность не дожидаться, скажем так, выхода группы компаний SkyWay со своей технологией на мировой транспортный рынок и на рынок инвестиций с теми пакетами долей компании, которыми вы становитесь владельцами. И получать доход не только в будущем в постройке каждого километра дороги, но уже сейчас создавать свой собственный бизнес по партнерской программе. Это работа с информацией. Вам не нужно, скажем так, перетаскивать тяжести, вам не нужно тяжело трудиться. Задача простая. Если вы разобрались в проекте, он вам понравился, вы являетесь инвестором. Если вы даете информацию своему окружению, то компания вас вознаграждает, если вы привлекаете инвестиции в наш проект. О партнерской программе мы завтра подробно будем говорить в 18 часов и в пятницу в 13. Буквально два слова о партнерской программе в презентации можно сказать. То, что я говорил, инвестировал даже 15 долларов в США всего личных денег. Строю партнерскую структуру, получаю начисление на бонусный счет. Вы можете купить те пакеты, что я сказал. Можете выводить денежные средства, использовать на те нужды, которые у вас есть. Но шестой здесь видите преимущество. У вас еще есть акционный счет, на который компания вам начисляет половину положенной суммы, который идет на бонусный счет. И эти деньги вы можете потратить только на приобретение пакетов долей компании из того первого прайс-листа, который я сейчас начал рассказывать. Там до 15, 30, 60 долларов до 150 тысяч. Вы можете не инвестировать больше живых денег, как мы говорим, но строя партнерскую структуру, получая начисление на акционный счет, вы тем самым можете докупать себе пакеты долей компании, а вы будете это делать. И ваш портфель инвестиций будет расти. И он может быть не одну сотню тысяч, даже не один миллион акций составить к моменту, когда эти акции начнут котироваться на международных держевых площадках. Высокий процент выплат по партнерской программе, то есть в зависимости от квалификации вы можете получать до 20% от прямых рекомендаций. И от 0,1% до 7% с глубины структуры можете получать вплоть до 24 уровня. Вас никто не ограничит по количеству тех людей, которым вы можете дать информацию и привести за собой в наш проект. Есть элемент разумности, то есть не нужно, скажем так, регистрировать все, что шевелится, и чтобы у вас было ответственность за тех людей, которых вы пригласили. Будут развиваться они, если еще они будут не просто инвесторами, а партнерами, соответственно будете вырасти в квалификации. Поэтому у вас есть связка, как называемая, в виде обязательств. И вас никто не заставляет делать какие-то жесткие обязательные объемы, лично там что-то закупать, каждый раз, товарооборот создаваться структурой, то есть вам не надо подтверждать свою квалификацию. Единажды ее достигнув до высшей ступеньки вы двигаетесь только в одностороннем направлении. Для тех людей, которые у нас занимаются развитием партнерской структуры, берут на себя обязательства популяризировать информацию о нашем проекте, у нас есть целый ряд инструментов в личном кабинете. Это и планы вознаграждения, которые можно скачать и самому потом рассказывать полностью с текстом, объясненный со слайдами и так далее. Это ваши реферальные ссылки, которые вам становятся доступны после того, как вы подписали партнерское соглашение, агентское соглашение. И вы их даете посредством интернета своим друзьям, знакомым, в мир интернета отправляете. Благодаря им под вами образуется какое-то количество партнеров. Это баннеры, которые вы можете размещать, у нас их более 60 видов, на своих интернет страницах они могут привлекать потенциальных партнеров и реальных партнеров из мира интернета 24 часа в соц. Это раздел новостей, в котором вы можете через кнопки соцсетей поделиться информацией по каждой новости на своей странице. Люди, которые есть у вас в группах, либо в друзьях, могут с ней ознакомиться, перейти на наши интернет-ресурсы, зарегистрироваться и стать вашими партнерами по нашей партнерской программе. К инструментам мы относим вебинары, которые у нас проходят каждый день, их много, несколько десятков каждую неделю. Это живые презентации, которые проходят в целом ряде регионов, стран, в целом ряде городов, и целый ряд обучающих мероприятий в режиме онлайн. И в принципе я знаю, что в целом ряде городов у нас работают люди, которые обучают и вживую, партнеров, что нужно делать, какие действия предпринимать, для того, чтобы информация о технологии расходилась по людям, и чтобы вы имели возможность получать доходы. И конечно же, к инструментам мы относим периодически промо-акции, которые бывают в нашей компании. Это и пакеты выгодные, это, скажем так, и какие-то действия предпринимать, за которые вам могут быть начислены дополнительные акции. Просто следите за информацией. Найти расписание вебинаров и живых презентаций очень легко. Для этого достаточно зайти в раздел «События внутри личного кабинета» и там обнаружить, скажем так, время проведения, тему проведения, люди, которые там проводят мероприятия. Вы все это можете узнать. На онлайн мероприятии можно взять ссылки и потом по ним зайти. Оффлайн, как правило, написано дата, время, точнее, дата, город и телефон ответственного за проведение мероприятия. Было бы желание посещать, кстати, живое общение, оно замечательное. У нас в Москве скоро в четверг в 19.30 по адресу Стрелянный переулок 1 в гостинице «Татьяна» на первом этаже в зале «Марина» состоится очередная живая презентация нашего проекта, на которой мы дадим информацию о проекте. Кратко. Ну и последние, скажем так, новости в развитии нашего проекта. То, что нам придется на трансах. Об этом мы будем говорить. Кстати, сейчас активно работает в Крыму Григорий Мирошниченко, там тоже, скажем, полным ходом идет презентация нашего проекта, вплоть до того, что, по-моему, здание Академии наук Крыма, да, там выделено даже помещение, где проходят информационные встречи по развитию технологий SkyWay. На данном слайде вы видите окошко обращения в техподдержку, как со страниц сайта, так и из личного кабинета. Это вы можете делать ежедневно. Но, если подвести краткий итог всему тому, что мы говорили, действительно есть инновационная технология. Технология, которая может изменить жизнь людей в лучшую сторону, да. Есть возможность у вас принять участие в инвестиционном проекте, потому что, все-таки, хотелось бы, да, проинвестировать, пусть незначительные денежные средства, которые могут приумножаться и делать нас успешнее, делать нас счастливее, потому что эти денежные средства мы можем использовать на то, что мы любим. В конце концов, данная возможность может быть вам представлена и через какое-то количество времени, не знаю, год, два, три, пять, может быть, вы не будете тяжело трудиться где-то, да, а будете искать, как себя реализовать в этом мире в направлении того, что вам приносит удовольствие и приносит радость и удовольствие вашему окружению. По сути, действительно отличная возможность стать частью крупного инвестиционного или инновационного проекта, получить финансовое улучшение страны, финансовую составляющую улучшенную своей жизни, да, моральное удовлетворение, и потом где-то, может быть, даже по-хорошему гордиться собой, то, что вы не пропустили эту возможность, то, что вы помогли нам привлечь инвестиции, то, что технология реализована, и благодаря еще и вашим действиям. На данном слайде вы видите наши координаты в Москве. Вот. Но у меня, в принципе, все. Если у вас есть какие-то вопросы, можете мне сейчас задать. У нас потихоньку к концу презентации стало чуть-чуть больше. хорошо. С теми, кто из Москвы есть, таковые есть. Я вот вижу, есть и Будулок, Камбаров, да, возможно, мы увидимся в четверг. Приглашайте своих потенциальных партнеров на живые презентации. Вот. Вы знаете, это работает, потому что, ну, когда живые презентации все-таки проводишь, видно глаза людей, с ними, наверное, проще общаться, отвечать на вопросы и так далее. Итак, коллеги, я на этом закончил. Я говорил, Вячеслав, что у нас сейчас будет мероприятие инотранс. Я вам не могу назвать точную дату. Высока вероятность, что после него, да, будет осуществлен переход на следующий этап развития компании. Поэтому ждите, следите за информацией. Я думаю, многие из вас уже смотрели новости, да, с территории инотранса. Были первые фотографии, там, как монтируется стенд и так далее, и так далее. Доехало все, то, что было отправлено. Модули и минусов тоже там. Кстати, выставка, она будет идти четыре дня. И, в принципе, первые два дня, в первую очередь, они ориентированы на людей, скажем так, специалистов транспортного отрасля. Да. А оставшиеся два дня, это будет 22-23, они для всех. Поэтому те из вас, кто планировал посетить выставку, знаете, да. Ну, билет, в принципе, те, кто купил вовремя, по-моему, за 65 евро, он на все четыре дня. Вот. На один день билет стоил, по-моему, 40 с лишним евро. Да, ждем, Эльмира. Спасибо за то, что посещаете наши мероприятия. Всех хочу поблагодарить, всех хочу поблагодарить, особенно тех, кто уже сделал инвестицию, да. Вы сделали свой вклад в развитие нашей технологии. Вот. Мы развиваемся благодаря вам, в первую очередь. Поэтому всем, наверное, осталось пожелать отличного вечера. Всех поздравляю с началом новой недели, которая, ну, в каком-то момент, в какой-то мере будет очень ключевой для нас всех, да. Ну, и ждем вас на наших мероприятиях живых, на вебинарах. Всем отличного развития вашего бизнеса, кто это делает, да. Вот. Ну, и помощи другим. Все равно, как бы мы не хотели, да, в большинстве случаев, когда мы накапливаем какие-то денежные средства, мы их для чего-то реализовываем. Точнее, мы их для чего-то накапливаем, что-то мы с ними делаем. И в большинстве случаев мы это делаем для кого-то. для одних действий, для себя самого, просто для людей. Но это иногда бывает комфортно кому-то помочь. Просто даже за спасибо. Итак, коллеги, всем отличного вечера. Завтра увижу тех, кто, скажем так, наберется сил и появится на вебинаре по партнерской программе. Спасибо вам. До свидания.